Зал Верховного Суда почти переполнен. Здесь сегодня политики, общественные деятели, иностранный пул представляют депутаты парламентов Италии и Польши. Всех интересует, изменит ли приговор экс-лидеру ОЛГИ Владимиру Козлову, а если изменит, то как. Супруга осужденного оппозиционера еще до начала заседания заявила следующее. Иллюзии нет, да. Надежда, наверное, всегда есть такая маленькая, что, возможно, не освободят, а как-то, может быть, уменьшат срок. А то, что освободят полностью, конечно, у меня такого нет. Председательствующий судья Марьяк Щегенов ведет слушание на государственном языке. Это автоматически выключило из процесса иностранцев. Адвокат Владимира Козлова Венера Серсембина просит оправдать оппозиционера и приводит доводы. Дело рассматривалось необъективно, на свидетелей оказывалось давление. Факт организации женаузенских событий ее подзащитным не доказан. Дело рассматривалось формально, без соблюдения принципов объективности и состязательности. Прокурор Дусумхан Муратханов, в свою очередь, настоял оставить приговор без изменения. Пока судьи совещались, наблюдатели делились своими впечатлениями от процесса. Я не до конца понимаю, за что суд этого Владимира Козлова судит. За какие преступления. Потому что у нас в Польше сегодня, скажу так, мы десятки лет боролись за свободу. И мы сегодня имеем родину, с которой мы можем говорить то, что мы думаем. Я депутат Сейма, я в оппозиции. Я могу все сказать о президенте, я могу сказать о премьере, о политике внутренней и иностранной, о всех делах. И мне за это никто не судит. После получасового совещания судья вынес вердикт. Нами принято решение об отказе возбуждения надзорного производства. Основной для пересмотра судебных актов не имеется. Политические соратники осужденного отреагировали на это решение так. Конечно, надо продолжать верить в то, что не сегодня, не завтра, может, послезавтра ситуация в стране изменится. И не может это продолжаться бесконечно. Юридические способы защиты Владимира Козлова в Казахстане, кажется, исчерпаны. Теперь его родные и товарищи готовят жалобу в Комитет по правам человека при организации объединенных наций.